Привет! Когда закончить тестирование? Часто новички в тестировании отвечают на этот вопрос. Буду тестировать, пока не найду все баги. Вот только возможно ли это? Даже если приложение было протестировано несколькими опытными тестировщиками, невозможно гарантировать отсутствие багов. Критерии завершения тестирования можно разделить на две категории. Продуктовые критерии фокусируются вокруг тестирования приложения, а бизнесовые в основном про ограничения по времени и бюджету. Давайте разберем подробнее каждый критерий. Самый очевидный критерий – это закончены все работы по тестированию. То есть выполнены все запланированные тесты, а все обнаруженные баги исправлены и перепроверены. Звучит вроде бы понятно, но не очень измеримо. Следующий ряд критериев – достигнут определенный уровень покрытия тестами. Что это значит? Чтобы протестировать приложение, нужно узнать требования к нему и сформировать тесты так, чтобы на каждое требование было достаточно тестов. И выполнить все эти тесты. Так мы обеспечим покрытие требований. Можно пойти более продуктовым путем. Определить ключевые пользовательские сценарии и написать тесты, проверяющие, что все сценарии достижимы. А затем пройти по этим тестам. Так мы обеспечим покрытие пользовательских сценариев. Требования к продукту могут быть сформированы в виде критериев приемки, они же acceptance criteria. И тогда при тестировании нам нужно убедиться, что все критерии выполняются. Тесты могут быть составлены на основе анализа рисков. И тогда можно завершить тестирование, когда достаточное количество рисков продукта покрыто тестами и проверено. Критерием завершения может быть и достаточное покрытие кода тестами. Общепринятое требование – тестами должно быть покрыто от 70 до 90% всех строк, инструкций и ветвей кода. Команда разработки сама может выбрать, на какие из этих критериев опираться, необязательно использовать их все. Еще один критерий завершения тестирования – осталось мало неисправленных багов, и эти баги имеют низкую серьезность. То есть все важные баги уже исправлены. Похожий критерий – низкая оценка количества ненайденных багов. Это значит, что самое важное в приложении вы уже протестировали, и остались непроверенными несколько областей, которые редко используются, или пользователь их не видит. Если и найдутся баги в этих областях, то это не принесет ущерба ни пользователям, ни бизнесу, ни продукту. Критичных багов не ожидается, так как все важное уже проверено. Еще один критерий завершения тестирования – продукт отвечает требованиям качества. Это применимо, когда в требованиях к продукту есть указания по ожидаемой надежности, производительности, безопасности, практичности и другим видам тестирования. Такие требования мы покрываем тестами и тестируем. Когда все протестировано и исправлены все баги, то можно завершать тестирование. С продуктовыми критериями все понятно. Должно быть все протестировано и исправлено. А теперь давайте посмотрим на критерии со стороны бизнеса. Время. Если продукт или новую фичу обещали к определенной дате, то команда принимает решение, какие тесты нужно обязательно успеть пройти, а какие можно проверить позже. Какие баги стоит исправить, а какие можно отложить до следующего релиза в порядке приоритета и серьезности багов. Таким образом, тестирование завершается по истечении времени. Бюджет. Очень популярно на биржах фриванса, когда оплачивается время работы тестировщика или найденные баги, или количество пройденных тест-кейсов. И выделяется бюджет на написание самих тест-кейсов. И когда бюджет опустошен, то все работы по тестированию прекращаются. Итого, даже если критерии завершения не выполняются, тестирование может быть сокращено из-за превышения бюджета, истечения запланированного времени или необходимости вывода продукта на рынок конкретной дате. В таком случае можно завершить тестирование, если заинтересованные лица со стороны проекта и бизнеса рассмотрели и приняли риски релиза недотестированного приложения. Перед началом тестирования стоит определить, сколько у вас есть на это времени или бюджета. Спланировать тестирование, написать чек-лист проверок. Провести тестирование в соответствии с приоритетами. Разумно периодически пересматривать приоритеты. Вдруг в процессе тестирования что-то изменилось, и та или иная фича оказалась важнее. Обнаруженные баги стоит тоже приоритизировать и заложить время на исправление и перепроверку, чтобы успеть починить самое важное до релиза.